Продолжение следует... Они расскажут свои истории. Ну, мы немного разомнемся после обеда. Кто-то, кто еще не включился, подключится. Поэтому я приглашаю на сцену ребят и не ребят, кто постарше. Пожалуйста, поднимайтесь, Алексей и так далее. Проходите. Пожалуйста, также я прошу по одному представителю из Петр. По одному представителю из Казахстана, Украины, Португалии. И, пожалуйста, поднимайтесь сюда. Португалия, прошу. Так, кто у нас еще не представлен здесь? Италия, по-моему, была, да? Так, давайте еще. Кто хочет что-то сказать? Кто активно участвует? То есть, коллеги, всех мы у вас в лицо еще не знаем. Давайте познакомимся. Также я прошу подняться на сцену тех, кто делал видеоотзывы. Есть здесь те, кто не на сцене, но делали видеоотзывы для... А, Петр, Андрей, конечно, да, поднимайся. Ну, или хочешь потом? Ну, давай ты завершишь. Так, Александр, да. Иван. Мосин, на сцену. Дон, да, пожалуйста. Давайте похлопаем на сцене. Коллеги, сейчас будет буквально по 2-3 минуты у каждого. Я задам вопросы просто. В интерактиве пообщаемся. Чтобы люди понимали, что действительно все, что мы делаем, это не просто цифры на экранах ваших монетов. Что это живые люди, это живые истории. У каждого свои мотивы, свои цели, свои причины. Очень много мы поняли о ваших намерениях из ваших видеоотзывов. То есть, это замечательно. Ну, как, пользуясь правом ведущего, я же такой инвестор. Я точно так же пришел в программу. Только... Прошу, поднимайтесь. Только я сделал это именно сейчас, когда я пришел в ноябре 2013-го, получается, года. Наша встреча с Юницким вообще состоялась два года назад, в 2012-м году. Тогда мой товарищ сказал о том, что есть гениальный ученый, Анатолий Эдуардович Юницкий, у которого есть гениальная разработка, которая решит столько проблем, о которых многие даже подумают, ну, не могут, что она есть. И что мы можем этому человеку, ну, предложить свою помощь. И мы просто поехали к нему и спросили, чем мы можем помочь. Как мы... ну, что мы можем сделать. В то время мы уже были... ну, имели опыт работы в сетях. Мы понимали... Я по образованию математик-программист. Я понимаю, что такое интернет, что такое сеть, какие возможности все это дало. То, что если раньше наши друзья, наши соседи, это были вот те, кто живут непосредственно с нами, те, с кем мы можем пообщаться, то сейчас это миллионы и миллионы людей вокруг. То есть это теория шести рукопожатий. Да, то есть все люди, если там, ну, по шесть друзей у каждого, все, это весь земной шар. То есть мир сжался. То есть все стали друг другу, грубо говоря, знакомыми. И объединив этих людей, мы можем, ну, сделать такое, что не может сделать ни одна корпорация, ни одна госструктура. Это было два года назад. После этого я занимался совсем другими делами. И я переехал в Москву в этом году, в том году, в сентябре. И, ну, у меня был вопрос, чем мне заниматься. Я вспомнил про Юницкого. Я пришел к нему, и каково было мое удивление, когда эти два года, после нашей последней встречи, оказалось, что он готовил систему для народного финансирования. То есть он создавал компании, оценивал имущество, выносил все это в разные юрисдикции, изучил все законы, нормативные, правовая база. То есть я пришел в тот момент, когда все запускалось. Но я очень четко помню одно. Когда мы разговаривали с Юницким, я понял, что я готов отдать этому человеку всю свою энергию, всю свою силу. И если я могу там в денежном эквиваленте как-то помочь, чтобы я готов был сделать это на все деньги, что у меня есть. И я понял, что одна беседа с Юницким, то есть вот есть конкретная цель – финансировать строительство полигона. Но у Юницкого нет физической возможности пообщаться с каждым из нас. При этом информационная среда, интернет дает возможность Юницкому общаться с миллионами людей через сайт. Вот сайт, который у нас сейчас создан, это по факту представление лица Юницкого, компании, которую создал Юницкий, который говорит с миллионами. То есть мы делаем ежедневно несколько тысяч попыток привлечь человека в систему нашу. И мы имеем возможность делать миллион попыток в день. Ну, миллиард, как бы, если можно. То есть это просто вопросы рекламных усилий. Именно поэтому это позволило всем нам здесь собраться. Сейчас я хочу просто спросить у тех людей, кто уже с нами, кто уже стал частью программы, что привело их на подобие моей истории. Просто расскажите, как вы узнали, то есть вопрос, откуда вы, как вас зовут? Здравствуйте. Мое имя Раиса, я живу в Испании. О компании узнала совсем немножко. Ну, в общем-то, я, так скажем, лидер интернета, кто знает и знаком с интернета. И очень давно живу, как бы живу в интернете, но на самом деле я не оговорилась. Но только увидел, услышал, рядом со мной человек, который меня пригласил в компанию. Вот, и только услышав об этом, ну, только услышав, я сразу же приняла решение. Значит, то, что я смогу именно финансами помочь, это одно. А второе, что я смогу, ну, дать возможность большому-большому количеству именно прийти и помочь сделать это. У меня просто есть дар, да, и это я сделаю все, что смогу. Спасибо. Отлично. Повторю. Так, Михаил, это человек, который ведет наши чаты. Тот, кто удаляет вас, тот, кто добавляет вас. Так что надо поаплодировать, поприветствовать. Вообще, я адекватный человек, не переживайте. Если у кого вы нечаянно удалил, вернем обратно. Так, про себя. Я в прошлом военный, ныне пенсионер. В реале занимаюсь торговлей в бизнесе. В интернете, ну, года два, так, вращаюсь все плотнее и плотнее. Чувствую, как он, птичка клювом и затягивает. По поводу этой темы меня привел, мы вот так стоим по порядку. Теперь вот этот товарищ, спасибо ему. Большое спасибо. Мне сначала, ну, как вам, вы все в скайпе, наверное, живете в интернете. Многократно предлагали, я смотрел и не видел ничего. Потом он обратился, Петр, ко мне. Я говорю, я видел, не зацепило. Он тебе, подожди, подожди, тебе, говорит, не так показали, тебе не сказали, раз не зацепило. И несколько слов буквально сказал, зацепило. Я зацепило сразу, ну, наверное, как большинство из нас, я увидел свой корыстный интерес. Заработаю немного сейчас на премиальных за приглашение, за привлечение инвестиций. И в будущем обеспечу свое будущее. Я сразу поверил в этот проект, я понял, что это навсегда. Я буду в шоколаде, мои дети в шоколаде, все замечательно. Мое такое отношение было. Чем дальше, тем больше. И вот сейчас я уже понимаю, я вижу по-другому эту тему. Я понимаю, что моя задача, моя личная, это максимально включиться и продвинуть эту тему, реализовать эту тему. Это моя и ваша, наша задача. Именно чтобы то, о чем так красиво здесь говорил, рассказывал Сергей Сибиряков, ну, замечательная тема. Чтобы это стало жизнью. Вот мне очень хочется, чтобы это поскорее вошло в нашу жизнь. Хочется самому участвовать в этом. Хочется передвигаться, перемещаться. Уже не скажу, что совсем бесплатно, но просто пользоваться хочется этим. Я люблю очень путешествовать на автомобиле, дальние путешествия. И вот мы с семьей катаемся. Вот я из Новосибирска в Ростов, в Абхазию катался. Замечательное впечатление. А представляю, я сел, поговорили по скайпу с друзьями в другом конце мира. Приезжай. Да хорошо, ждите завтра. Вот о чем я. Наш еще один из самых активных участников, Петр. Я бы минут 20 у вас попросил, но я покороче выступлю. Мне пришла ссылка из шести. Ну, девочка попросила рассмотреть все инвестиции. И шесть роликов, которые нужно посмотреть. Я, конечно, это испугался. Два дня вообще. Потом думаю, как ее послать. Ну и первый ролик я включил все-таки. Ну и вот благодаря тому, что включил, и дальше людям начал рассказывать. Очень классный проект. Я благодарен Анатолию Эдуардовичу. Он мне выделил 20 минут времени. Поэтому здоровайтесь со мной периодически. Я вот, как и Михаил, присоединяюсь к всему тому, что он сказал. И вот, друзья, у нас сейчас есть время, чтобы максимальное количество людей, которые еще и знают наш проект, но не решаются, и еще не знают, максимально их проинформировать и дать им возможность по наивысшему дисконту зайти в эту компанию. Ура. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Артем. Я приехал из Челябинска. Вот. О компании, да, я узнал от Сергея. Можно сказать, был одним из первых счастливчиков, который узнал, потому что узнали где-то, вот, рассказывал, наверное, в начале декабря. Да, да, у меня сейчас по счету 13 акция идет, вот, в компании. До этого тоже строил большие структуры. Вот я, можно сказать, пришел, можно сказать, пришел из Каяни, был там бриллиантовым лидером. Вот. Построил все очень быстро. Но как раз в последнее время искал какой-то проект, занятие себе, которое действительно могло бы цеплять не только меня, но и всех вообще окружающих. Именно что такое масштабное, с идеей и так далее. И что-то другое, кроме вот проекта Веницкого, ну, просто сейчас нету на рынке, и я думаю, в ближайшие там лет 50-100 они появятся, да. Поэтому это самое прибыльное, самое перспективное проект, которое сейчас только есть. Так, наш тоже один из самых сильных активистов. Всем привет, меня зовут Алексей, эликвер, более известный в интернете. Я узнал об этом проекте в декабре, в декабре 2013-го, не услышал этот проект. То есть тут очень важно, кто до вас доносит эту информацию и как доносит. То есть как доносить информацию, над этим нужно работать. Все, кто участвует в этом проекте, рекомендую углубиться в RSV Systems и понять, что это за идея и что это за система, как минимум. В феврале я вернулся. Вообще я человек идейный. То есть, в принципе, у меня есть свой традиционный бизнес. Но судьба меня связала с сетевым маркетингом и различными проектами. Строил структуры. Здесь, в этом проекте, я вижу развитие на ближайший год, месяц, как это бывает в проектах. То есть тут на столетие, на самом деле, что это может изменить? Ну, такие вещи, как телепортация и так далее. И то струнные технологии Юницкого даже тогда будут на коне. То есть, как сейчас самолет, струнные технологии уже будут в этом плане примерно как автомобиль. Какая структура? Вчера я записывал видео. К сожалению, его не успел еще выложить. Структура на данный момент. 1600 человек в личном кабинете. Но на самом деле, в принципе, еще ничего не было сделано. То есть, многие люди спят, многие люди, которые услышали эту информацию, они ее не поняли, абсолютно не так понимают. То есть, это не воздух, это реальные технологии. Есть технологии, далее идет MLM-перевязка, народное финансирование. И такие залы должны собираться в ближайшие месяца во всех городах и странах мира. Благодарим. Как зовут и с какого? Зовут меня Дмитрий. Я приехал на сегодняшний день из Екатеринбурга. Ну, здесь люди говорят очень о многом, о финансах, об экономике, о самой технологии. Я больше, наверное, расскажу о том, что я чувствую. С технологией самой я познакомился еще в середине 90-х годов. Тогда был такой журнал «Техника молодежи». Оттуда я об этой технологии узнал. У каждого из нас с вами есть маленькая родина, да, где мы с вами родились и выросли. С этой родиной связаны все наши чувства, ощущения, воспоминания. У меня моя родина – это кот Васька, который сидел на завалинке у бабушки. Будок завода, на котором работала мама, дедушка мой. Это поля, которые мы тогда приезжали, и которые было ни конца, ни края. Можно было с утра встать на грядку и до вечера на ней стоять. Сегодня моя малая родина – это разрушенные до основания заводы, которых просто не существует. Это поля, которые заросли 20-летним лесом. Это тайга, которую вырубили иностранные наемники. Это деревни, брошенные, в которых живут одни старики. Города, в которых стоят дома и в которых стоит даже хрусталь, потому что люди оттуда уехали, не было возможности все это вывести. Я хочу, чтобы вот эта малая моя родина встала и заново родилась. И альтернативы вот этой технологии, которую мы сегодня с вами развиваем, просто не существует. Без этого нашего будущего просто не существует в принципе ни для нас, ни для наших детей, ни для наших внуков. Я думаю, что только приложив все максимальные усилия, мы сможем добиться вместе будущего. Отлично. Привет. Как тебя зовут? Откуда приехал? Всем привет. Меня зовут Азат Бигмагамбетов. Я приехал из Казахстана. Буквально в январе месяце я увидел на страничке у Сергея информацию об этом бизнесе, об этом направлении. Мне очень сильно понравилось. Мы, конечно же, связались. Буквально поговорили, наверное, часик. Меня все очень сильно впечатлило, но на тот момент я не сделал как бы выбора. Я думаю, нужно просто посмотреть, понаблюдать. Наблюдал я порядка полутора месяца. И вот недавно увидел информацию о том, на его стене же опять у Сергея, что будет проходить конференция в Москве. Сразу принял решение, что здесь нужно быть. Буквально сказал своим друзьям. И нас приехало сразу же семь человек с Казахстана. Это направление мы пока сильно не развивали. Сегодня, послушав информацию, я принял решение, что это направление мы будем развивать. Мы имеем опыт построения больших команд. И я считаю, что это сообщество, в рамках которого мы будем развиваться и процветать. Потому что здесь нужно быть. Всем спасибо. Отлично. Здравствуйте. Как вас? Здравствуйте. Я Елена. Я сегодня в пользу случаями приехала сразу из двух стран, если можно так сказать. Я представляю здесь Португалию. И потом я из Крыма, который стал русским. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо всем, всей России, которая поддержала нас. Если бы не вы, мы бы не вернулись законно на свою землю и не продолжали вместе с вами быть. В аэропорту даже компьютер заклинило, когда мне паспорт. Те ставили штамп. Но я сказала, я приехала, отсюда не уйду. В компанию пришла. Вот мой спонсор. Я посмотрела только один видеоролик. А поскольку я уже старый, но все равно ребенок. Но я когда увидела эти поезда, которые будут у нас ходить, это так все красиво, так все сказочно. Я пришла, чтобы построить бизнес для своих внуков. И я верю, у нас все получится. Следующее слово Александру, которую, наверное, вы уже видели не раз. Ну, Сань. Зовут меня Александр еще раз. Я из города Тул. Я один из тех 20 туляков, которые лежат в основании этой компании. Мы одни из первых. И я помню этот прекрасный декабрьский вечер, когда мы собрались в этом маленьком чате в скайпе. У нас было 20 человек, а спустя 3 месяца у нас уже 350 только в зале. Это очень хорошая прогрессия. И 550. А это только кто в зале находится. Нас больше гораздо. И я думаю, через полгода мы соберем уже стадион, где будут сидеть люди, которые думают о будущем, думают о себе, хотят построить сильную страну. И поднять ее с колен, потому что мы на самом деле исторически сильная страна. Отлично. Благодарю. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я приехал из Украины, в город Луганск. Добирался сутки, правда, из-за политических отношений, которые слаживаются на сегодняшний день. Ну, компанией познакомился в феврале месяце, в начале февраля. Я смотрел трое суток ролики, не отходя от компьютера, все ролики пересмотрел, которые только там были на сайте полностью. Спал по 3 часа. После этого сразу узнал ваш чат. Не помню, правда, откуда. Что-то я там быстро добивался ваш скайп. Кто-то мне его прислал. В общем, не помню, кто. Если кто-то будет меня видеть и слышать, я извиняюсь. Не знаю, не помню, честно. Но факт то, что я сразу Сергею говорю. Говорю Сергею, говорю, хочу сразу быть здесь. Почему? Потому что очень меня сразу вдохновило то, что это будущее всех, всех стран, которые есть у нас на земном шаре. Будущее всего человечества. Здесь просто я говорю это с полной ответственностью с этой сцены. Сразу инвестировал все, что у меня было, все деньги, полностью все собрал и купил миллион акций. С первого раза. Вот. Нет, не все. И я говорю о том, что за всю Украину не ручаюсь, но Луганская область будет практически вся подключена в эту компанию. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы предоставили такую возможность быть с вами и быть в вашей компании. Здравствуйте. Меня зовут Арманд. Я сам из Латвии, но уже пять лет как живу в Англии, в Лондоне. На самом деле ситуация была очень интересной. Я работал в гостинице и повредил спину. И я понял то, что наши работодатели, они, то есть вы им нужны тогда, когда вы здоровы, когда вы можете работать больше, чем, ну, как полагается. И когда вы это не можете сделать, они пытаются всяким способом от вас избавиться. И тогда я поехал к своей маме, и она у меня очень много вообще в интернете. И она мне говорит, слушай, посмотри, вот хороший ролик. Я говорю, ой, давай, не надо это все, зачем. Но, как бы, время было, делать нечего, ну, ладно, посмотрю. Я посмотрел один, по-моему, у Анатолий Юнисский, он как раз отвечал, то есть 21 вопрос и 21 ответ. Я просмотрел это, и после этого заинтересовался вообще, кто он такой, и почему вообще вот такой дядька, а я его не знал, да. 36 лет работает над таким глобальным проектом, а я его, как бы, не знал. Ну, и я начал копать. Я накопал столько информации, я даже прочитал весь его, как бы, CV, да, вообще, что он делал и так далее. И, в принципе, это, наверное, был один из моментов, в который я поверил, что у этого проекта есть очень большое будущее. Ну, и когда я узнал о том, что в Англии, как бы, будут идти это, ну, то есть, что Англия уже одобрила, что этот проект оценил 136 миллиардов, ну, больше вопросов не было. То есть, взял деньги и инвестировал. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Дон Максим, я из города Ростов-на-Дону. Мне показали видеозапись первой конференции, мне Саша Мосин ее скинул. Это первая закрытая конференция для своих была. Да, это под Новый год мне еще скинул ее там сразу после Нового года. Я ознакомился с ней, у меня как-то в голове там чуть-чуть перевернулось все. Я подумал, как я 30 лет, там, уже больше 30 лет эти разработки идут, а я знать не знаю о том, что все это существует. У меня еще даже не было, когда все началось. В итоге начал копать, копал неделю без устали, сидел за компьютером, там, выискал. Вообще вот есть, у Низского есть 21 ответ, видеоответ на вопросы. Я, наверное, задал за эту неделю 121 вопрос. Семенову задал, там, Мосину. Он вообще, не знаю, со всех сторон обошел. И в итоге пришел к такому заключению, что с финансовой точки зрения это может произойти, с экономической точки зрения, я там тоже экономист по образованию, с юридической точки зрения все тоже схвачено. Осталось доказать только с практической. Но сейчас соотношение риск-доходность максимально приятное для инвесторов, поэтому я думаю, ну, если уже копать там нечего, уже и так видно, что клад выкопал какой-то. Надо делать. Делайте. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я приехал из города Санкт-Петербург. Спасибо. Три года я где-то занимаюсь интернет-бизнесом, во всевозможных проектах участвовал и так далее. По моему опыту могу сказать, что компании появляются каким образом? Вспыхнет здесь, вспыхнет здесь, вспыхнет там еще где-то, да? И как она вспыхивает, так же она и угасает. То есть ничего нового в этих компаниях я не увидел. Одно и то же. То есть плагиат там, плагиат здесь, что-то там добавили, изменили и так далее. Но когда мне пришла информация по этой компании, по RSY Systems, я, во-первых, не воспринял эту информацию должным образом. Для того, чтобы ее воспринять правильно, нужно немножко перестроить свое мышление. То есть это продукт, вернее, даже технология, которая с целью на будущее, далекое будущее. Может быть, даже не столько далекое, относительно глобальных масштабов. Но все же 2, 3, 5, 10 лет, и я думаю, что из Санкт-Петербурга в Крым можно будет ехать не за 3 дня, как я вот 3 недели уже в разъездах, командировках, с Питера до Крыма, 3 суток добираться на машине, это вообще ужасно. Сегодня, вчера, вернее, приехал в Москву, по Кольцевой ехали, по-моему, 20 километров, 2 часа. При этом вокруг грузовики этот выхлоп, вообще ужасное состояние. В Питере гораздо лучше, на мой взгляд. И если данные технологии внедрять, то это будет просто шикарно. То есть с Питера, с Мурманска в Крым на недельку отдохнуть, съездить, позагорать, приехать назад, полный эмоций, чувств, всего-всего. Я думаю, это стоит того. И каждый из нас, кто сейчас здесь, в этом зале, просто даже приобретя сейчас кусочек компании, став акционером этой компании, сделать неоценимый вклад в будущее всей планеты. То есть вся планета будет нам в будущем благодарна. И я благодарен и Сергею за ту информацию, которую он дал моему пригласителю Константину Попову из города Тулы, и Анатолию Дардовичу Юницкому, который появился в этом мире, в этой реальности, на этой планете, и который своей хваткой и так далее, и так далее, смог воплотить эту идею в жизнь. И сейчас мы вместе с вами будем ее развивать и продолжать его начинание дальше. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Можно я небольшой комментарий? Значит, мы тут только недавно сами это поняли. Кто смотрел видеоролик, Алексей из Беларуси. Видеоотзыв. Вот это автор. Спасибо. Да, я из Минска, из Беларуси. Как произошло мое знакомство с проектом? О нем я узнал от моего товарища из Санкт-Петербурга. Он просто в дружественной беседе рассказал мне, что вот есть такие дороги. Ну, я серьезно не воспринял. И думаю, ну ладно, есть, да есть. Он говорит, ну вот вечером будет у нас пятница как раз вебинар, посмотри. Я думаю, ну ладно, посмотрю пять минут начала и посмотрим. Вот. Начал смотреть, как раз выступал в Веницке, и я просто не мог оторваться. Я слушал про перенатяженный металл, слушал про стальные колеса, про аэродинамику, там про… Я просто два часа провел на одном духе, забыл про ужин, про все. Через буквально два дня я это все обдумывал. В понедельник я уже стал инвестором. Во вторник я сообщил своему учителю по инвестированию, Андрею Хавратову. Увидел от него очень такую тоже реакцию положительную. Ну и, собственно, да, действительно очень хороший проект. Отдельное слово хочется сказать про Юницкого. Вот также смотрел его биографию, вот как он все это делал, как он выступал раньше там в Советском Союзе. Его планы по выходу в космос, всем рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Ну, очень интересно. Еще хочется отметить, что Юницкий идет, так скажем, от одной неудачи к другой неудачи, но он не сдается, он постоянно идет, идет, находит новые решения. Вот сейчас пришли к новому маркетингу и дальше идет. То есть я вижу, что человек добивается, и он не становится, и ничто его не остановит. То есть он сделает, добьется своей цели. Спасибо большое. Меня зовут Елена, я из Дагестана. Я иногда работаю с проектами. Чем меня заинтересовал проект Юницкого? Может, покажется детским, но я увидела шанс, второй шанс для Дагестана, то, что если люди на самом деле смогут приехать в Дагестан, если в Дагестане открыть, допустим, турчатские маршруты, если показать Дагестан изнутри, то есть его природа, его достопримечательность, вот Дербенту более пяти тысяч лет, это как в реале, на самом деле. И если на самом деле люди увидят то, что там происходит не по новостям, а в жизни, они просто поменяют свое мнение, и, мне кажется, будет... Просто немножко волнуюсь. Это просто моя детская мечта, просто поменять мнение о Дагестане, просто чтобы люди, они просто к нам приехали и увидели все как есть. Спасибо. Спасибо тебе. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я из Краснодара. Спасибо. О разработках Анатолия Эдуардовича я узнал в начале 2000-х, все эти годы следил за развитием событий. Не попал в первую волну, когда в Австралии была компания, тогда не получилось, минимальный вход был 30 тысяч рублей. И в декабре у меня было много работы, я работаю программистом 1С. Опять же, заработался. И четко помню, 13 марта, 14 марта, пятница вечер, работа уже не идет, и мне приходит мысль, надо посмотреть, какие новости у Юницкого. Захожу на сайт и узнаю, что произошли большие изменения. Тогда в 2000-х мне понравилось в проекте, что масштаб, проработанность техническая, а сейчас это и экономическая, и юридическая проработанность. И мне очень нравится, у меня всегда была мечта, чтобы люди жили лучше. Я искал новые технологии, новые двигатели, поэтому я, собственно, узнал о разработках. Анатолия Едуардовича. Это быстрый и доступный экологический транспорт. Для примера, я сегодня из Краснодара в 3 часа ночи выехал, я добирался на 5 видах транспорта. Такси, самолет, электричка, маршрутка. Да. И про безопасность особенно хочу сказать. Когда мы приземлялись, и самолет коснулся взлетной полосы, народ просто аплодировал, что мы наконец-то сели. Это про безопасность. Спасибо всем, что вы с нами. И еще хочу сказать, что даже если, когда приглашаете людей, нет сейчас возможности, допустим, купить там большой пакет акций, пусть приобретают хотя бы минимальный. Они будут иметь право в дальнейшем на первоочередную покупку акций в других компаниях. И потом заработают. Спасибо. Здравствуйте. Приветствую всех в зале. Меня зовут Наташа. Я приехала из Италии и 10 лет проживаю в этой стране. Мне она очень нравится своей красотой, природой, питанием. Почему уехала? Конечно, трудности наши российские, бездорожье, грязь, очень долгие расстояния, длинные, неудобные. Поэтому, когда порядком 6 месяцев назад я начала работать в интернете, благодаря Андрею Хорватову записалась его группа частных инвесторов, благодаря ему узнала о вашей компании, о вашей системе. То есть сама структура интернета дает понимание, что все можно сократить и расстояние, и информацию. Я думала, вот кризис европейский, кризис мировой. В любом кризисе есть определенное решение, его всегда нужно искать. И вот когда я посмотрела первые видеоролики с Анатолием Юницким о вашей компании, вот у меня что-то внутри щелкнуло и сказала, да, это то. Это и есть решение многим вопросам. Закрыть их определенные и в расстоянии, и в экологии, и в обслуживании, во многом, во многом. Поэтому очень с удовольствием вошла в компанию. Хочу работать с вами. Мне было бы очень приятно сократить даже расстояние Италия, Россия. То есть то расстояние в Италии, короткое, дороги, быстрое перемещение, что за полчаса ты можешь оказаться на море, за полчаса ты можешь оказаться в горах. Вот это удовольствие жизни. Очень хочется, чтобы это присутствовало у нас в России. То есть итальянцы знают свою страну, они легко передвигаются по ней. А вот нашим жителям страны я бы тоже хотела этого пожелать, когда мы сможем легко передвигаться и узнавать другие города, откуда мы все с вами сегодня приехали. Чтобы все это было намного проще, удобнее. Действительно, это бы нас объединяло. Вот я когда карту посмотрела с этими дорогами сверху, я представила, что вот мы друг друга все обнимаем. Это так хорошо и приятно. Поэтому я только желаю процветания этой компании и всем присутствующим. Огромное спасибо всем создателям, всем проектировщикам, инженерам. Низкий вам поклон. Спасибо большое, Павла Дин. Здравствуйте. Меня зовут Румиля. Я приехала из города Казань. На самом деле у нас немножко все, наверное, проще, потому что я познакомилась с этой компанией и чисто интуитивно, ну, естественно, все прочитала, просмотрела, и вопрос вообще не стоял, инвестировать или нет. То есть тут стопроцентно почему-то вот на интуиции инвестировала сразу. И показав родителям, в видеоролике я тоже рассказывала об этом, что мои родители тоже пенсионеры сразу инвестировали. И, наверное, почему так произошло, потому что на протяжении, наверное, трех-четырех месяцев я ждала какой-то проект, который будет вот такой грандиозный. И мне позвонили, этот проект мне предложили. Вот. И у нас в мечтах не только, то есть, как вот дети говорили у нас в виде отзыва, то, что там я поеду в Рим и так далее, а у нас на самом деле еще нам хочется в Среднюю Азию проложить эту дорогу, потому что мы приехали из теплых краев, из Ташкента, скажем так. Хочется очень быстро, очень легко и безопасно перемещаться в родные теплые края, где мы родились и выросли. Проектом восхищаемся. Спасибо. Все, спасибо большое. Значит, про Ромелью, Евгения, скажу. Кто смотрел, возможно, видеоотзыв, один из последних, с детьми, с эстакадой. Давайте поаплодируем. То есть это... Спасибо вам большое. Так, ну что, всех приглашаю, сесть обратно в зал. Давайте дружно поаплодируем нашим выступающим. Молодцы.